Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущих всем приветища! Всех рад очень видеть, у нас с вами сегодня понедельник, утро раннее. Но мы с вами, собственно говоря, начинаем. Палычу лайкохики авансиком и поехали! Значит, крайний ролик Наташки, в котором Натаха решила, знаете, как в той передаче, квартирный вопрос, решила сделать у себя черный, как там, черный низ, белый верх. Как только наоборот, ребята, черный потолок, черный пол и обои, креативная, креативная девчина. Вот знаете, собственно говоря, до этого момента, даже до просмотра ролика, Палычу только стоило прочитать название ролика, о том, что, типа, ремонт. И тут же, как бы, несмотря его, я уже хотел бы, вообще мог на целый ролик наговорить, но скажу чуть-чуть, самое главное, несмотря ролик, опять же. Я думаю, что у вас у многих такое же было, ребята, в голове, такие же мысли у Палыча. Значит, как можно делать ремонт, когда у тебя во дворе черт знает что творится, когда у тебя дом полуразрушенный, когда у тебя огород там паханный, непаханный, саженный, не саженный, когда у тебя дел столько, как ты говоришь, там, как можно заниматься еще одним таким грандиозным делом? Вы сами знаете, что такое ремонт. Ремонт, блин, это стоит только начать. Если ты начинаешь его в отпуске, у тебя там, скажем, 2-3-4 недели, то все сразу, это конец вот твоему отпуску, потому что сюда, сюда, если делать по-нормальному, все там, примыть, на что-нибудь там притереть, поклеить, там, ну и все прочее. Это как бы очень такое колготное и финансово затратное такое занятие, знаете ли. Значит, тут же, ребята, все успевает, все успевает. Знаете, это как бы история оперы, что вот хотел так назвать ее поверхностная. Ну, поверхностная, то бишь, знаете, берется за какое-то одно дело, до конца его не доводит, и начинает, ребята, следующее дело. Как написали кто-то ей там в комментариях у нее на канале, что типа, значит, даже не то, что писали, но такой смысл был комментарий, как я для себя сделал, что пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. Вот хорошие слова прям Павлович сказал. Ладно, короче, приступаем к ролику. Начинается все с того, что собираются в поход в магазин. Значит, двор показано. Тут же, значит, думаю, кто это стоит там, хоть по спортивке, да еще в очках. Честно, Павлович думал, что какой-то мужичок. Ну, я думаю, может, какой-то строитель приехал, мало ли. Не, не, оказывается, стоит Танюха, рядом с Танюхой Сонечка стоит. Там сразу же вопрос Танюхи, я вот знаете, о чем подумал? Я, ребята, вот только сегодня пришел на ум, я никогда не видел в том, что, например, Танюха обнимала Сонечку. Ну, знаете, как такие вот чисто материнские какие-то отношения, обнять, поцеловать лишний раз и прочее. Я такого не видел. Если вы там что-то видели, пишите в комментариях. Ладно. Далее, значит, стоят. Касаемо очков тут прям заговорили. Прям Танюх, Наташка говорит, сними, говорит, очки. А то мне сейчас напишут, мол, что пьяная. Значит, опять сняла, конечно, сняла. Показала, трезвая, молодец. Но это ничего не отменяет, Танюх. Все прекрасно понимают, что, как говорится, часто... Лампа моя, аккуратно. Часто трезвая, через час ты пьяная. Поэтому, как бы, пока нормально все, да. Значит, батька тоже на месте вышел с этого сковыляя из дома. Вышел с дома. Курка грязная, обеленная там. Ну, говорит, ну, там, на вешалке, конечно, обелилась. Представляете, на секунду такую, ребята, ситуацию. Вот, скажем, вы женщины, девушки, кто меня смотрит, неважно. Вас позвала Наташка Губарева к себе в гости по зиме. Вы приехали к ней в норковой шубе, в сапогах дорогих. Заходите домой, в шубу, куда вешат, прям, первая мысля. На гвоздь сюда, на побеленную стену. Естественно, вешать мало кто захочет. Сапоги кожаные снимать, дорогие. Вы оставите ли сапоги свои в коридоре, там, где ходят цветочки, могут ваши сапоги засать? Я думаю, что нет. Плюс ко всему, какой там пол у них, какая там чистота. И к тому же, ну, чистота в кавычках, естественно. Даже видел в конце ролика. Да даже не в этом ролике, а во многих роликах. Они там просто поэтому тупо дому ходят ребята в обуви. Там, что дед ходит в кроссовках, что они, посмотрел, порой заходят в обуви. Такое ощущение, что из чистого там только кровать. Постель на них, хотя тоже не чистая. Там кошаки лазят, и Наташка в этих штанах. Мама дорогая, там реально какая-то, ребята, там санитарея у них полнейшая. Сейчас вот так думается. Блин, ну это вообще просто, ребята, жесть. Ладно, короче, пошли. Пошли, значит, идут. Тут у них прям разные мысли прям в дороге возникают. У Наташки особенно говорит о том, что, значит, будучи там в городе, им писали комментарии, что вот, мол, вам надо девчонке в городе оставаться. Наташка говорит, нет, нет. Говорит, нам надо сюда, мне надо в деревню. Мне надо работать, охота работать, охота земли, охота как бы села. А, мама дорогая, Наташ, я понимаю, наверное, кстати, ролик снимался 1 апреля, и твоя такая была шутейка. Мы оценили твою шутейку, но больше так не надо шутить. Как бы все люди мы взрослые. Далее идет. Идет, значит, прям тут же прям Палыч сразу возникает прям такой взгляд, прям Палыча на Танюху, и о том, что, ребята, она жует жвачку. Как бы, жвачки Танюха, да, совместимо-несовместимо. Нет, ну, понятное дело, жвачку все могут жевать, но Танюха, как бы, жвачку жует. Чем? Как бы, давайте, я не буду по этому поводу это, опять начинать. Вы и так сейчас просто затролите там, поэтому это, поэтому все, короче, троллите ниже сами. Ладно, далее, жует жвачку, Танюха, ну, как жует, ладно. Там Танюха заводит, а так и дальше идет, разговаривает о том, что про какие-то тусовки, шашлыки, гулянки, как бы. Вот это, наверное, даже все. Это привычно для тебя, темка. Там, забей вообще, не про какую-то там эту свою стройку, постройку. Как бы, одним днем, на расслабоне потихонечку, тихо, мирно. Далее, короче, идут. Значит, идут, на какую-то, наверное, на почту зашли, получили, значит, для клубники этот, сетку там, значит, специальную, чтобы клубника росла там лучше. Причем, даже будучи дома, потом видели, кстати, касаемо этой сетки, там, дед начал давать рекомендации. Она тут же обрубила ролик, сделала там склейку ролика, потому что, видно, пошли неугодные слова о том, что, мол, эх, опять Наташка себя там чему-то учит. Ну, там, учи, не учи. А сетка, она сама сказала, ребята, ей не нужна, значит, потому что, как бы, ну, на что ей сетка? За сеткой она ведь, как, ухаживать надо, что-то там, натягивать ее, полив и все прочее. Зачем будет такая-то там сетка, там, и так в огороде пластика валяется, ведра, пакеты, там, и достаточно этого будет пластика. Значит, получили, что там они у нас еще? Блокноты, это очень, ребята, важно. Касаемо блокнотов, значит, прям сразу же интересно. Там, я понимаю, Соня, да, ей, как бы, рисовать в блокноте, блокнотик нужен, там, ну, девочка, туда-сюда. Значит, Натахе. Натахе, как она сказала, свести, значит, 9 с кредитом. Ну, то бишь, свои все расходы свести, сколько она потратит на ремонт. Натах, кстати, отдельной строкой заведи там себе графу, столбец, донаты. И будешь, как бы, все свои донатики туда тоже, ну, это, переписывать. А потом, как бы, сведешь, как бы, баланс. Баланс сведешь, как бы, баланс, это слово незнакомое, но это не разрыхлитель, это слово баланс. Бухгалтерский, там, загугли в интернете. Значит, далее. А, теперь самое интересное касаемо Танюхи. Куда, ребята, ей нужен этот блокнот? Для чего? Танюх. Я понимаю, конечно, возможно, записать рецепт приготовления заварки мивины, он, как бы, тяжелый. Но, Танюх, он, как бы, как правило, на каждой упаковке, каждой банке сзади написано, как заварить мивину. Там, сколько минут подождать эту лапшу, засыпать, там, приправки и все прочее. Ну, отдай Натахе этот блокнот, тебе он, там, не нужен. Далее, по поводу самого главного. Значит, зашли в магазин, зашли в магазин за обойками. И самое интересное, ребят, как оказывается, что обои у нас такие временные. Значит, по 500 гривен, там, получается, нам покупал обои. Ну, сколько получается? 1200 примерно они стоят на рубли, если. Значит, купила метровые обои. Просто интересно, кто эти обои будет клеить. Ну, там, стык в стык надо, как бы, да. Или Натахе. Невинно на камеру. К тому же Натахе переклеивать, поэтому особо не парься. Значит, купила обои, потом, ребят, у нас будут более грандиозные обои. Вот этих планов много. И машины на автомате, и пристройки, и обои, и, как бы, и, там, фасады. И, вообще, просто мама дорогая, чего только у нее там не будет. Как говорится, только остается, ребят, за все, за всем этим наблюдать и смотреть. Значит, далее. Купила, значит, обои, и опять несут домой эти обои. Там сразу очень интересный момент. Значит, одна из наших главных героинь, из наших Миледи, Миледи, несет, значит, уголок. Танюха. Ну, она, как бы, она привыкла, такое, знаете, ребята, быть красоваться. Розой быть, розой во всей истории. А, значит, а кем же Натах в этой ситуации? Натах просто прям, как заправский, так, одну рукой снимает. Тут рулоны, рулоны с обоями. Причем, ребята, рулоны эти, одни, такие нелегкие. Учитывая то, что у нее там было рулона, наверное, 3, ну, как их 3, сколько там было? Рулон 4-5 был у нее в этой катушке, замотанной. Да еще пехом их попробуйте обои донести. Сила нужна дюжа. Поэтому Натаха молодец. Все тянет на себе. Глупо. Я имею в виду, ну, как бы с дедом там это. Молодец. А то начнете опять. Осуждаю. Ладно, короче, все. Не успеваем больше. Хотел еще что-то сказать. Ну, что не сказал, то не сказал. Напишите сами за меня в комментах. Буду с вами прощаться, чтобы увидеть с вами вновь. Всего до новых встреч. Всем пока. А сейчас мы будем говорить про Ове Уралышку.